Цена твоя, кликер твой. Рассказывай все, что считаешь нужным. Спасибо. Владислав Сащенко, еще раз пообладим. Так, не знаю, как стать. Там презентация еще у меня будет. Так, ну расскажу немножко о себе. Есть такое слово интересное. Серийный предприниматель не всегда значит что-то хорошее. Когда у человека много бизнесов, это может быть очень много посредственных бизнесов. В какой-то момент у меня тоже так было. Пока я не собрал себе правильную команду, я операционно сейчас нахожусь в двух бизнесах. Один из них это стартап Foodex24, который мы запустили чуть больше года назад. С Ромой заканчиваем франшизу. Я объявил сегодня. Все, уже готово. Ссылочки побежали. А, класс. Значит уже готова франшиза, можно уже покупать. Ты последний узнал об этом. Или заходить на лендинг хотя бы поклацать. Да, да, да. Запустили чуть больше года назад. Проект очень интересный с точки зрения перегретости рынка и хайповости. В чем отличие того, что мы запустили от того, что было на рынке? Когда мы запускали проект, на рынке была только возможность агрегировать заказы супермаркетов, либо использовать там экспресс-доставку супермаркетов. Мы же запустили полностью, скажем так, новую модель, которой не было в Украине. Это со своими складами, модель дарксторов. То есть мы взяли всю цепочку ценностей и закрыли ее под своим сервисом. Это, получается, у нас свои склады, продукция, сборщики, своя логистика. То есть у нас курьеры в штате. Никто не бастует, как в некоторых сервисах доставки. Колл-центр и полностью IT-часть мы закрываем сами, потому как основной бизнес – это компания PowerCode, которая занимается IT-разработкой для клиентов разного уровня, от стартапов до больших компаний типа Google, Vodafone, Accenture, SAP. Собственно, поэтому мы решили, что готовы ввязаться в такую движуху. Это очень непросто оказалось, так как у нас опыта в продуктовом ритейле вообще не было. Мы увидели необходимость такого сервиса в конкретное время. То есть это был март-апрель, первый локдаун. Скажем так, я, как бизнесмен, решал свою бытовую потребность. Была потребность покупать еду с доставкой домой. Возможности такой не было. Все сервисы были перегружены и можно было заказать только через семь дней, девять дней, четыре дня. Ну то есть никто не будет ждать продукты питания так долго. И мы решили сделать, запуститься на идее 90-минутной доставки. Собственно, что и реализовали, еще сделали это за 14 дней. Отличие нашего супермаркета мы доставляем на больших автомобилях коммерческого плана. Туда может вмещаться большое количество товаров и доставок. Связано это именно с тем, что у нас более 7000 SKU на сайте. Ты можешь заказать, то есть 7000 видов товаров. И средний чек у нас пляшет от 1400 до 1700. То есть это ни один мопед, ни один велосипед не увезет. Это там 30 позиций в чеке и это там три пакета в среднем. То есть это на мопеде сделать просто невозможно. Запускали мы это за 14 дней. У нас есть даже рекорд Украины за скорость запуска e-commerce проекта за 14 дней. Начинали мы командой из 30 человек, а заканчивали уже на 14 день. нас было 70. Это было в том числе и консалтинговая подмога, это были наши специалисты, это были привлеченные специалисты. Потому как во время запуска мы не понимали, насколько нам нужна вообще экспертиза в ритейле. У нас ее не было. Мы решили, надо ее где-то взять и решили ее, собственно, купить. Покупали любую экспертизу, которую можно купить. И одна из основных задач у нас при запуске была, звучит очень странно на самом деле, сделать как можно больше ошибок в наименьший промежуток времени. Потому как ошибки это опыт, это знания, которые ты не получишь там условно с чьего-то там выступления или там, не знаю, с чьей-то книги. Очень сложно получить свой опыт. И у нас это успешно получилось. Даже вот если говорить, мы в срок мы уложились, то есть у нас был, была возможность не попасть в 14 дней. Была куча косяков, начиная от юридических, заканчивая от того, что у нас на 12-13 день не было всей продукции на складе. То есть у нас там не хватало порядка 200 СКЮ, которые должны были быть в корзине из 900 товаров. То есть у нас всего 900 и 200 из них не хватает. Но мы решили это простым способом. Поехали в гипермаркет метро и купили там. Я сам ходил с тележкой, мы там складывали. И нас человек 20 туда поехало. Это было, конечно, скажем так, не очень приятно, потому что мы там собрались конкурировать с ритейлом. И в итоге при запуске понимаем, что сделать это будет очень сложно. Интересная история с таким проектом, потому как в Украине это не сильно развито. А там, если говорить про Америку, то там несколько компаний капитализацию сильно повышают. Например, есть компания Инстакарт, которая делает доставки с супермаркетов. Она работает в Америке и Канаде. Например, в октябре прошлого года у нее капитализация. Они привлекли 200 миллионов при капитализации 17 миллиардов. А уже спустя три месяца, в январе привлекли еще 250 миллионов при оценке уже 40 миллиардов, ну там 39 миллиардов. То есть рынок очень быстро растет. Штаты растут примерно в пять раз быстрее, чем до этого, если говорить про рынок e-commerce и e-grocery в частности. Украина тоже достаточно сильно ускорилась, и поэтому большое количество людей сейчас пошли в эту нишу. Очень интересная, перспективная, быть ближе к покупателю. Вот тут парень выступал с почтоматами и с вендингами. Тоже интересная история. Мы тоже смотрим в тему того, что курьер для клиента это неудобно. То есть для курьера клиент неудобный, а для клиента курьер. То есть у них там взаимосвязь. И получается, что в принципе точки автоматизированной точки выдачи, это за ними, думаю, будет некое большое будущее даже в Украине. Мы брали экспертизу у людей нишевых, потому что мы посмотрели условно, директором у такого предприятия может быть, не знаю, Чечеткин или его заместители какие-то. Ну, собственно, экспертизы очень мало в Украине. Сам e-commerce неплохо развивается, но продуктового e-commerce как такового еще не было. И он начал рождаться как раз в эпоху карантина. Что интересно, если говорить, например, про запуск e-commerce с Elpo, то у них получилась интересная история, когда они выкатили свои продукты с возможностью заказать в онлайне, и они получили такой каннибализирующий эффект. То есть они оттянули людей с оффлайна, со своего, и перевели их в онлайн. То есть у них доля выручки, скажем так, не увеличилась, но они клиентов не потеряли. То есть с одной стороны это хорошо, с другой плохо. То есть на e-commerce потрачены большие деньги, а по факту выхлопа они пока с этого не получили. То есть сейчас рынок только-только растет, только развивается. И поэтому мы взяли людей, которые были узконишевыми экспертами в разных областях и таким образом смогли закрыть свои потребности, потому что нету человека, который бы объединил в себе продуктовый ритейл, экспертизу в логистике, экспертизу в складской логистике, экспертизу в интернет-маркетинге и в клиентском сервисе. То есть там большой пласт сложного сервиса, потому как мы себя позиционируем как очень хороший сервис. И берем именно не тем, что мы продаем продукты, а мы продаем людям сервис, экономию времени, это удобно, это безопасно, мы гарантируем классное качество продуктов. И наша задача вызывать вау-эффект. То есть мы берем обычные, не знаю, фрукты и овощи и даем их такого качества, что человек просто не может потом отказаться от покупок в нашем сервисе, в нашем интернет-супермаркете, потому что мы проводили пару раз опросы и понимали, как двигается условно трафик в оффлайне. И, например, большое количество людей, которые ходят на базар, они ходят на базар именно за овощами и фруктами. То есть мы воспользовались этой нишей, скажем так, чтобы зайти в полный цикл продуктового ритейла. И на данный момент, вот у нас, например, мы запустили проект в Польше 2,5 месяца назад, и 21 числа у нас открывается оффлайн-магазин там, и это будет первый гибридный вариант нашего сервиса, когда сзади находится даркстор со складами, с автоматизациями, с большим количеством людей, которые собирают заказы, а на фронте у него находится оффлайн-магазин, в который можно прийти, пощупать. Это, скажем так, мы побороли наше слабое место в сравнении с оффлайн-ритейлами, там, где можно пощупать, потрогать, посмотреть и убедиться, что на самом деле существует этот сервис. Скажем так, в Украине есть некое опасение, когда ты запускаешь веб-сайт, что за ним ничего нет. То есть нету ни людей, нету просто мошенники, какой-то скам. Это чисто, скажем так, история об СНГ, потому как мы в Польше запустились, точно так же запущен был просто сайт, там мы получаем 98-99 оплат перед отправкой товаров. То есть люди заходят, клацают корзину, покупают, а потом только получают товар. В Украине же наоборот, где-то процентов 50 это постоплата. То есть ты когда передал товар, тогда человек только хочет тебе заплатить. Некоторые даже, ну там, сверяют, что в чеке, что лежит в пакете. И это, собственно, тоже перерасход времени, как курьера, так сервиса, ну и опоздание в окна, и это все, собственно, там, причинно-следственные связи. Что было сделано? Ну за 14 дней мы сделали огромную работу. Мы работали реально от 12 до 16 часов в день. Это по сей день продолжается, условно там работа по 12 часов. Команда очень вовлечена. Мы запускали, делали все очень быстро. Если вам кажется, что вы хотите запустить бизнес, и надо сделать это суперидеально, то у вас это никогда не получится. Есть несколько историй. Одна об идеальном продукте, который мы делали, например, для заказчика, и он потратил 2 миллиона долларов на разработку за полтора года мейл-сервиса. В итоге перед, там, условно, за месяц, за два до старта продукта Google выкатил бесплатное обновление, и продукт потерял смысл. То есть он не был запущен, клиенты не были получены, не получен трекшн, и развивать продукт потеряло просто смысл. То есть это история об идеальном продукте. Ты делаешь, делаешь, делаешь идеально, пока кто-то заходит на рынок со своими костылями, получает клиентов, а потом ты у него попробуй их забери, потому что он же на месте не стоит и улучшает. И второй момент – это то, что ты хочешь сделать со своей головы идеальную историю, не значит, что это нужно клиенту. То есть тебе задача сделать очень быстро, протестировать, надо, не надо, сделать или пивот, то есть изменить свою модель, или там закрывать проект, чтобы не тратить лишние деньги. Поэтому мы делали очень быстро, но на сегодняшний день в проект, на самом деле, если вместе с Польшей говорить, проинвестировано 3,4 миллиона долларов, капитализация бизнеса, собственно, достаточно на высоком уровне находится. Я думаю, что порядка 20 миллионов долларов. Получаем сейчас польский трекшн. Польский трекшн даст нам возможность оценивать проект с мультипликатором 15 к выручке. То есть это очень интересно и реально строить бизнес, который будет стоить там 10, 20, 100 миллионов долларов за короткий промежуток времени. Есть еще классная история, расскажу вам. Я встречался с инвесторами в Силиконовой долине. Это был фонд Андерсон Хоровиц. И они мне рассказали классную историю про стартап, который родился в Америке. Во время коронавируса рождались не только футеки, как сделали мы, но и всякие сумасшедшие идеи были реализованы. Проект называется Hack the Cow. То есть обнять корову. Смысл в чем? Человека обнимать нельзя, корову обнимать можно. Ну, человека нельзя, коронавирус запрещено. Чувак сделал из своей фермы, скажем так, разместил своих коров на Airbnb, запустил рекламу. Можно забронировать эту корову, прийти ее обнять. Ну, то есть она твоя на какой-то промежуток времени. И этот человек был, скажем так, с партнером этого фонда на встрече. Он ему это рассказывает. Партнер фонда выходит к менеджменту и говорит, вы больные? Кого вы привели? Что это за проект вообще такой? Они говорят, так пойди послушай, у него же есть трек-рекорд по проекту. Он пришел, он ему рассказал, как работает его бизнес. Он говорит, у меня 10 коров, и они все заняты. Он говорит, зачем тебе деньги? Он говорит, ну мне надо еще коров купить, потому что у меня 10. И все, и как бы все расписано. Но он говорит, ну мы дали ему 500 тысяч долларов в виде эксперимента. Просто ну пусть чувак занимается, класс. И буквально вот две недели назад проект закрыл от того же Андерсон Горовица 10 миллионов инвестиций при оценке 200 миллионов. То есть прошло буквально там чуть больше, чем полгода. Проект вырос просто в какой-то космический корабль. И на самом деле ты никогда не знаешь, твоя классная идея, она на самом деле в каких процентах. Ну то есть 20% это сексесс у стартапов, а 80% проваливается, ну из практики. И ты никогда не поймешь, в каких процентах твой стартап. Поэтому даже если у вас родилась какая-то, на первый взгляд, дурацкая или идиотская идея, то может быть она очень и очень даже хорошая и будет взлетать. Так что коров он на 200 миллионов уже наобнимали. Так, ну собственно история какая. Проект очень классно растет, мы постоянно занимаемся развитием, но фишка в чем? Мы запускали с самого начала модель капитализации и поняли, что модель капитализации и зарабатывание денег, это короче в разных местах находится. Поэтому все лето работали с юнит экономика и сейчас будем уже скоро зарабатывать деньги, потому как если бы мы не остановились, у нас там оборот в районе 500 тысяч долларов в месяц, то сейчас бы был оборот порядка там 1,2 миллиона долларов и минус операционный был бы на уровне 400 тысяч долларов в месяц. Поэтому к такому, скажем так, к такой капитализации наш проект не был готов. Сейчас все выглядит очень круто на самом деле и там условно через месяц-полтора уже можно будет говорить о том, что мы зарабатываем деньги. Работаем активно над ассортиментом. Сейчас занимаемся тем, что открываем второй склад на левом берегу. Тоже такая достаточно затратная история. И оптимизируем логистику. То есть там лежит большая часть затрат. Например, у нас средний пробег 12 километров будет 6. То есть это в два раза мы срезаем косты с нашей логистики. И, ну собственно, есть над чем еще поработать. Это краткие наши показатели. Проект очень быстро. Это, кстати, история про проблему у стартапа. Проблему у стартапа именно в его быстром росте. То есть мы быстро росли командой. Команда не была между собой синхронизирована. Из-за этого эффективность терялась. То есть мы наращивали людей. И от этого эффективность предприятия там в какой-то момент росла очень медленно. И в какой-то момент начала даже падать. Там с точки зрения распределения бюджетов, закупок оборудования, запуска маркетинговых инструментов. И поэтому мы начали смотреть больше на юнит-экономику, а не на капитализацию. Но, собственно, вот проекты могут развиваться двумя путями. Путь органический, когда проект зарабатывает. И проект, который развивается с помощью капитализации. Это принцип Uber, скажем так, когда ты забираешь доли рынков и инвесторы за это готовы платить. В принципе, история и та, и та имеет место быть. И в любой момент такой проект можно развернуть. Что еще из интересного? Мы запустили проект, скажем так, на малых оборотах в Польше. Мы туда проинвестировали уже порядка 800 тысяч долларов. Из-за того, что там куча всяких условий для того, чтобы запускать оффлайн-магазин, для того, чтобы работал склад, специальное оборудование, везде сертификация. То есть очень сильно зарегулировано. У нас были наши немецкие партнеры на складе и говорят, а зачем у вас вот это? А зачем вот это? Мы говорим, так это обязательно по законодательству. И то есть в Германии на данный момент сделать такой бизнес легче, чем в Польше. Для нас это стало таким небольшим открытием. И, скажем так, мы запустили проект достаточно быстро. Он очень сильно отличается от украинского. Но там есть такая компания, называется InPost. Ее капитализация порядка 12 миллиардов евро. Они запустили тоже со стокроткой, с магазином, запустили сервис доставки продуктов, сделали почтоматы с холодильниками. И по итогу они делают меньше заказов, чем мы сейчас в Польше. То есть они пришли к нам, топ-менеджмент пришел и говорит, а что вы, как у вас это получилось? То есть большая компания запустила условно внутренний стартап, который не выстрелил. И они пришли к нам там к условно маленькому стартапу и спрашивают, как им дальше быть. И им там интересно посмотреть глубже на эту историю. Так, если говорить, что есть сейчас, то у нас работает тест Винницы мы запустили. У нас работает Киев плюс 20 километров и работает по всей Польше. Мы там используем чуть-чуть другую модель и пользуемся аутсорс-логистикой, которая нам обходится сразу в ноль и даже немножечко в плюс. То есть своя логистика – это дорого, особенно в Польше. Там человеческий труд дороже. Там сразу запущено все с учетом того, какой опыт мы получили в Украине и купили его очень дорого. Мы там берем сразу большое количество автоматизаций, там сразу запускается все с ВМС, не так, как в Украине. У нас там все сразу можно штрих-кодировать, уже можно вносить автоматически в базу срок годности. То есть там работает в автоматическом режиме ФИФО. Там нету просто возможности нанимать людей, которые будут дополнительно это проверять. Потому как там человек минимум 1000 долларов стоит в месяц. В Украине пока это все делает дешевле. Поэтому Польша очень сильно отличается, но за счет этого его можно мультиплицировать очень легко по Европе. О, я, кстати, уложился во время. Ну ты красавчик просто. Влад, спасибо тебе. Мы в интервью выяснили, что Foodex, он же Goodex, сейчас нужно будет долго называть и так, и так, самый твой быстрорастущий бизнес. Как тебе кажется, быстрорастущий по капитализации? То есть у тебя есть другие бизнесы, но именно вот онлайн супермаркет самый быстрорастущий, он быстрее получил вот такую капитализацию. И даже, как вы выяснили, самую большую в твоем портфеле. Да, это смешная история на самом деле. Растила эти компанию сколько? Шесть лет. И она там условно капитализация ее 10 миллионов долларов, а проект, который выстрелил за год, его там капитализация 15 плюс. Значит, что нам всем нужно создавать онлайн супермаркет, если мы хотим, как ты, тоже 15 миллионов. Я думаю, что будущее за тем, чтобы изменить мышление сырьевого на какие-то продукты, проекты. То есть надо делать какие-то окончательные вещи. Ну посмотри, даже МХП сейчас мыслит не просто условно производством курицы. Они хотят взять весь этот промежуток и от производства сразу на стол положить. Мыслить именно конечным продуктом – это то, чем мы отличаемся условно от американского менталитета. Они мыслят конечной продукции, как ее можно продать, как ее монетизировать, ну как работает айфон. Айфон себестоимость сколько? Фигня. Фигня, 50 долларов, продают его там за 1500 и отлично у них это получается. Нам надо делать то же самое, создавать продукты, там как People.ai, как Аякс, как, ну собственно, эти проекты уже рождаются. Я надеюсь, что через 10 лет в списке Forbes будут люди абсолютно вообще другие, не из 90-х, скажем так. На ресурсах, да? Не те, которые занимаются ресурсами, а те, которые производят уже окончательный продукт. То есть, что мы перестанем быть ресурсной страной, а начнем больше делать такие технологичные и креативные вещи, упакованные, продавать уже их целиком. И там, естественно, больше денег, больше заработка, больше капитализации. И больше клиентов для нас. И больше клиентов, да. Круто. Давайте аплодируем Владиславу. Спасибо. Франшиза Foodex. Ссылочка будет на нашем телеграм-канале уже в ближайшие дни. Продолжение следует.